Татьяна Парфенова Когда вы первый раз побывали в Эрмитаже, что вам запомнилось больше всего? Первый раз мне было 8 лет и думаю, что мумия. Мумия. А в Русском музее? Ну, примерно в том же возрасте, в последний день Попеи. А в чем вы находите вдохновение? Ну, вообще во всем. Все, что нас окружает, может являться таким предметом, который может заставить подумать на тему дизайна. Говорят, что дети и творческие люди видят цветные сны, а вы какие сны видите? Цветные, длинные, как кино. Вам во сна когда-нибудь приходили идеи моделей? Приходили. Целые показы. Вы использовали их в своем деле, в своей работе? Думаю, что да. Они, наверное, застревали в подсознании, да. Думаю, да. А вот вы пишете картины, книги. А какие у вас отношения с музыкой? Какую вы предпочитаете? Я люблю разную музыку. Ну, пожалуй, только эстрадную не люблю. Я не так часто слушаю музыку. У вас была любимая игрушка в детстве и во что вы играли? Я в детстве больше играла в мир, нарисованный на бумаге. Но игрушки у меня, конечно, были и много, в большом количестве. Был слон на колесах и много кукол, много наследственных игрушек от старшей сестры и от брата. Какие подарки выбираете своему внуку Платону? Вы строгая бабушка? Не знаю, на докладу на спросить. Но вообще я, наверное, просто бабушка такая, любящая бабушка. Любящая бабушка, значит, может быть разного. Зависит от обстоятельств. А он часто слышит слово «нельзя»? Ну, его же родители воспитывают, бабушки же балуют. Я вообще сама слово «нельзя» не люблю. Мне кажется, «нельзя» это такая команда, которую больше говорят собакам, когда начинают их воспитывать. Так вы расскажите про подарки. Что вы дарили? Человека-паука. Книжки, машинки. А вы старались одевать своего сына по тенденции? Да, конечно. Конечно. Он был просто как Денди Луна, так и одет в детстве. Я за этим очень следила. А у вас когда-нибудь были разногласия со сыном по поводу одежды? Очень больших не было, но были. Это же такой процесс как бы. Мама дизайнера, это же очень тяжело. А сейчас вы даете какие-то советы своему сыну, вот как одеваться? Ну, вы знаете, я уже как бы скорее от него принимаю советы. В детстве слушались родителей? Да. Да. Я очень любила своих родителей и была хорошей, но непослушной дочерью. Но как бы вот слушаться, это так сложно, когда родители любят тебя, любишь родителей. И непослушание не выглядит таким страшным, потому что не влечет за собой большое наказание. Какое непослушание у вас в детстве было самое такое большое? Я не очень любила ходить в школу. И у меня были периоды, когда меня мама просто за руку отводила, прямо до двери школы. А у вас был любимый предмет в школе? Разные периоды разные, да. Ну, я любила, конечно, литературу. Не любила физкультуру. Я любила только лыжи, кстати. Вот лыжи я очень люблю до сих пор. А у вас в школе лыжи преподавали? Да. Да. Здорово. Было очень много снега и прям вот всю зиму мы ходили на лыжах большими походами. А в школе разве вам не нравилось рисование? Ну, мне не очень нравилось в школе рисование, но я училась еще в художественной школе. Преподавание рисования в школе, оно достаточно формальное. Если бы вам предложили стать учителем рисования, что бы вы рассказали? Рисование – это вообще на самом деле полная свобода. У тебя есть белый лист бумаги, есть карандаши или краски, и ты вот абсолютно свободен. Что ты хочешь из себя сказать? Каким ты хочешь нарисовать свой мир или сочинить свою сказку? Вообще линия – это же свобода. То есть получается, что этому учить не надо? То есть человек сам к этому придет, да? Исходя из своего состояния души, да? Да нет. Дело в том, что, конечно, пока ты еще не определился в профессии, что хочешь стать художником, конечно, вот эта свобода выражения на бумаге, она очень важна. А потом, когда уже определился, что ты хочешь стать художником, и в тебе нашли этот талант, то, безусловно, тогда надо учиться, потому что это, в общем, такая наука, которая требует ежедневных занятий, большого погружения, самоотдачи. И очень много всяких разных законов, которые нужно знать, которые надо изучить. И нужно настроить свое зрение, правильно поставить руку. Мир вокруг цветной, разнообразный. Мы видим все, что находится на переднем плане, мы видим все, что находится на заднем плане предмета. Все предметы между собой связаны, они находятся в воздухе, между ними существуют те связи, которые образовывают как бы размерность этих предметов. А у вас есть друзья, с которыми вы дружите с детства и до сих пор? Наверное, есть, да. Думаю, да. Но мы редко видимся. Но для того, чтобы дружить, не обязательно, он же видится каждый день. А вот как понять человека с первого впечатления? У вас есть какая-то определенная формула, с первого взгляда, чтобы человека понять? Я думаю, что нет. Невозможно. Судить о внешности человека очень сложно. И, в общем, не нужно. Но если ты хочешь этого человека узнать, и он тебе чем-то интересен, то тогда нужно познакомиться. Познакомиться и поговорить. И если поговорил, то, возможно, он станет тебе другом. Чью критику вы воспринимаете? От кого? От сына воспринимаю. От внука? И от внука воспринимаю. Недавно я вот переделась, он посмотрел на меня и сказал, «Бабушка, ты в пижаме?» Пришлось переодеться. А вы мечтали в детстве? И у вас есть мечта какая-то сейчас? Исполнилась ли она? Мечта, да. Мечта же это вообще, когда тебе приходит в голову мечта, то непременно она сбудется. Потому что иначе она не может прийти к тебе в голову. А о чем вы мечтали в детстве? В детстве я мечтала стать взрослой. Надо сказать, что я как бы вырастет и выросла. Но так и с детства и не выпало. У вас есть рецепт, как стать счастливым человеком? Ну, да. Я думаю, нужно выбрать, что тебе нравится, исследовать это как следует, и погрузиться в этот мир, и быть счастливым. Ну, еще, конечно, хорошо было бы, чтобы рядом с тобой были счастливые люди, когда вокруг тебя все счастливы. Тебе тоже хорошо, даже еще лучше. Даже когда ты не счастлив, и вокруг все счастливы, это будет полегче. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ты слышала? Татьяна Валентиновна сказала, что ей не нравилось ходить в школу. Ты знаешь, я чувствую что-то похожее. Может, меня ждет великое будущее? Ну, мне кажется, одной твоей лени для карьеры будет недостаточно. Это не лень. Лень. Нет. Ах, в гостях у Татьяны Парфеновой были Ульяна Женс и Ирина Жукова.